Предприниматель сегодня совершенно в рамках закона правового пространства имеет возможность взять изобретение у человека, который напротив вас, и задать ему. А сделай какое-то устройство, которое будет отмечать овощехранилище, которое мы хотим построить. Он решает эту задачу, применяет какое-то новое техническое решение, которое потенкуется. То есть она лепестирована как исключительное право. И в это исключительное право, как предприниматель сам, по доброй воле, по осознанию того, что благополучие – это получение, а благополучие – это дать, отдает часть государству, вписывает туда государственные учреждения, в детский сад, в дом постарелка. Быть может, какого-то стратегического партнера этого профиля по овощехранилище. И что он в итоге получает? Он получает в итоге патент государственного частного партнера. Это ценная бумага, государственная бумага. Вот вы понимаете, о чём мы говорим? Чем отличаются ваши патенты, которые никому не нужны, от той модели, о которой я сейчас рассказываю? То есть в этом патенте не только вы, но и государственные. Ну и вот все эти люди, которые вот сегодня сидят за столом, сегодня мы можем придумать какое-то устройство, какую-то полезную модель, и вот все эти люди под цифровой протокол. Ну что это такое тайнерский правокол. И все здесь авторы, и все здесь правообладатели, и вот ваша связь, как производителя, с предпринимателем и потенциальным строителем этого всего, это ваши совместные имущественные права. Вы здесь в одном направлении, как капли во время дождя. Понимаете? А когда вы оцениваете, а что такое изобретение? Он основан на каком-то аналоге, да? То есть отличается тем, что, да? И этот аналог, он имеет хозяйственную модель, он оцениваем. А когда происходит оценка, становится, образуется капитал образование, происходит. То есть создается товарная масса, товарная масса создается вкупе с кем? Государство. То есть вы государству даете товарную массу, основу для вашего следующего будущего финансирования, которое вы на следующий год заявите. Это просто, вот именно в этом простом понимании, в простой форме, вы рекомендуете. Наша задача дать вам эти знания. Кстати, сами рассказать, записать, смонтировать. И еще раз, во вторую очередь, дать вам открытый доступ. Вот, о чем я говорю, когда говорю об авторских правах. Вот схема, схема производства. Вот заказы клиентов, склад, производство само, производство заказов, информация из цехов. А вот планирование производства. Вот видите, система планирования производства, система российского планирования производства, европейская методика. Мало того, что само производство должно купить эту систему планирования производства, заплатить деньги, получить сертификат. Более того, сама методика создана таким образом, что экономика этого производства будет направлена в определенное русло, политическое русло. Уже запрограммированное русло. То есть, это политика. Это вопрос большой политики. Теория разработана, мягко говоря, не нами и не в наших интересах. Я уже не помню, кто из американских деятелей сказал. Есть два вида экономики. Один тот, что вы хотите строить у себя. Другой тот, что вы хотите видеть у противника. Так вот, эта теория разработана, несомненно, не в наших интересах. Основные ее тезисы изложены в так называемом Вашингтонском консенсусе. Это свод правил, разработанных развитыми странами для развивающихся, чтобы те не стали развитыми. Все методики российского производства, все системы планирования российского производства, они авторские методики. И авторские методики европейских стандартов, европейских и американских институтов. То есть, это не только экономические модели, за которые платит Россия. Это еще и политические инструменты, которые направляют российское производство в определенное, нужное, программируемое русло. И если подходить к ним с производственной логикой, становится понятно, что вся программа реформ, разработанная в свое время высшей школой экономики, опять же, на основе либертарианской экономической теории. Это фактически разрушение жизненно важной сферы нашего хозяйства и подрыв, опор для будущего развития страны. Но, повторяю, это очевидно, если понимаешь, что речь идет о производстве средств производства. А вот если считать это сферы услуг, тогда эти реформы вполне разумны. Услуг заслуживает только тот, кто может за них заплатить. А то, что завтра это обернется разрушением всего хозяйства страны, так сильно ли волнует парикмахера то, что прическа, которую он сегодня сделал, завтра уже растреплется. Для него это даже лучше. Завтра он получит новые деньги за новую прическу. Вот вам логика сферы. То есть сначала дадаете, сеете, сначала берете зерно и даете это зерно почке, а потом собираете. То есть благоу дать, а потом благополучие. Это государственное частное партнерство. Создание. Что вам? Это новое поселение. Новое поселение отличается тем, что на территории этого нового поселения какое-то место. Итак, 15 февраля 2015 года мы находимся в Усово-Тупик, Новоогарево в 500 метрах. Владимир Владимирович приземлился в лабораторию по изучению электричества и работ над свободной энергией. Мы представляем Олега Васильева. Репортаж специально для мобильного репортера телеканала «Вести». Представляем Олега Васильева. Олег Васильев подготовил измерительный стенд, чтобы можно было видеть все напряжения, токи с движения косинусу Фи. И продемонстрирует, каким образом повторенный эксперимент, который был продемонстрирован в Институте электрификации сельского хозяйства, когда по тонким проводам передается напряжение. Также показывается, что электричество может быть безопасным. Мы будем видеть, как горят электроприборы, работают, и туда будут засунуты пальцы. Работать можно мокрыми руками. Пример показывает, что может работать дрель. Олег, Вам слово и продемонстрируйте, пожалуйста. Да, ну, Ярослав уже все как бы объяснил. Значит, данная технология позволяет взглянуть по-новому на новые свойства электричества. И в данном случае мы демонстрируем, что все приборы, которыми мы пользуемся в повседневной жизни, прекрасно адаптируются с новым видом электричества. Сейчас я включу и покажу, как это все работает. Дрель работает, лампочки, чайник на 1,8 киловатта. Теперь я буду делать манипуляции следующие. Два пальца в розетку. Вот так вот трогаю. Меня током не убивает. Здесь 324 вольта. Можно побольше подбавить. 360 вольт. Также беру руками, видите? То есть это безопасно для детей, это пожаробезопасно? Максимально немножко пощипывает, но никто, конечно, не осмелится так с розеткой 220 вольт. Ватметры показывают 1,1 киловатт. Ток 5,12 амп. Манипуляции делаю с электричеством в воде. Так. Сейчас включаю. Сейчас лампочка находится под водой. Да, пожалуйста. Оба конца под водой. Даже вот оператор Ярослав Старукой. Ну, немножко щипет. Немножко щекочет нервы. Немножко щекочет нервы, честно признаюсь. Ну да, но видите? И при этом моктами руками я делаю манипуляции. И также в воде я включаю, обратите внимание. Видите? А через себя лампочку можете включить? Нет, через себя не надо. При этом энергосберегающая лампочка, светодиодная, преобразователи напряжения. Все виды щёточных электродвигателей прекрасно работают с данной технологией. Общая мощность подключения в районе 1,9 кВт. А мы видим 1,1 кВт. То есть это ещё и энергосберегающая технология, да? Да, энергосберегающая технология с большим будущим. Потому что экономических эффектов можно получить намного больше, если поработать с новыми слабовыми металлами для нагревательных элементов. Потому что здесь на самом деле токи не 2 кВт, а по расчётам около 4 кВт. И при этом 1,5 кВт уходит в никуда из-за того, что эти резистивные нагрузки не могут её реализовать полностью. Но то, что визуально можно показать, наглядно видим. Плюс провода тонкие. Чайник, видите, закипает. А провода еле-еле... Какая толщина провода? 0,4 мм. 0,4 мм. Это в оплётке просто провод? Ну, конечно, а он ещё тоньше. Поэтому какие мощности? Вот чайник закипает, всё работает, а провода холодные. То есть данная демонстрация показывает новые свойства и электричества. А мы безопасные, и мы говорим о том, что мы подошли к новой вере безопасной и мирной технологии. В учебниках, в институтах об этом говорится? Да, кстати говоря, косимус фи единицы, если кому надо. Такого как бы не бывает. Но косимус фи единицы при всём том, что всё подключено. В учебниках, академических институтах об этом говорится или это что-то новое? К сожалению, использование высокочастотных токов неблагодарно забыто. Об этом ещё говорил Никола Тесла. Но потом перешли на промышленную частоту 50-60 Гц. И серьёзных разработок в области высокочастотных токов не было. Только так точечно, местами, временами. Но серьёзных фундаментальных работ, к сожалению, не было. Сейчас мы показываем, что это направление перспективное, оно интересное. У вас промышленная линия, промышленная линия отличается тем, что в этой промышленной линии есть нолизна. Резина по конвейеру-транспортеру подаётся в бункер-загрузчик сверху. С этой стороны, пневмоническим поршнем, масса проталкивается в пиролизную камеру. Далее происходит процесс горения. Размеры установки по длине будут даже меньше. В зависимости от производительности установки будут меняться габаритные размеры. Чтобы она постоянно работала, работала и работала. Принятие мусорчиков, хвосты, это то, что остаётся, после того, как выбирают, железо, стекло, полепластмасса. А пластмасса можно сюда, она очень лучше. Брелая резина, прятки, световые сходы. Много тепла, много электричества, углерод, газ, жидкое топливо. Покрышек, из которых 2 тонны жидкого топлива, причём 5 тонн в сутки покрышек, 2 тонны жидкого топлива, 1 тонна газа, остальное углерод и всякое. Вы при этом ещё имеете и тепло, и электроэнергию. Дорого это или нет? Это вообще бесплатно. Скажите, пожалуйста, чем эта установка отличается от мировых аналогов? Здесь именно ноу-хау, который сделал Владимир, это то, что газ с диоксидными средными веществами поставляется обратно в дизельный двигатель, и оно за счёт сгорания больших давлений и температуры выше, там, 2500 градусов, разлагается на элементарные составляющие. То есть на азот и кислород, на серу в чистом виде. Не оксиды, а серу. И получается, на выхлопе ваш выхлоп не превышает вредность выхлопа любого дизельного двигателя. Сейчас все вы увидели, как из отходов производства, в данной руке, я в левой руке вот это показываю, мы получили некое топливо, жидкое топливо, которое позволяет заменить существующее нефтяное топливо, так как мы специалисты Института электрификации сельского хозяйства, лаборатории биотоплива, брали анализы этого топлива, делали, то мы можем заявить, что здесь находится 10% мазутной составляющей, до 15% бензиновых фракций, остальные находятся в хорошее чистое дизельное топливо. Поэтому при переработке отходов резино-технических изделий мы можем получать в прямом виде жидкое углеводородное высококачественное дизельное топливо. Поэтому это архи необходимо не только Москве, как мы там работаем, но и всей стране, можно сказать, всему миру. Потому что проблемы экологии и энергетики решаются в один прием. Вы себе делаете, государству делаете, а государство в этой формуле занимает миноритарную долю. Оно не обладает прямым управлением в этом процессе. Оно вам передает в управление, и вы управляете государственной долей собственности. И осознаете, что государство – это мы. Вы, вписывая государственного участника, а другими словами, даря ему, потому что за все платите вы, только вы. Вы оплачиваете специалисты, которые готовят вам заявку. Вы оплачиваете государственную пошлину и делаете все, и организовываете тоже вы. Вы инициатор этого процесса. Вы инициируете создание частного государственных исключительных имущественных прав. Что вы получаете взамен? Вы получаете государственное свидетельство, государственную охранную грамоту об этих исключительных правах с участием государства. Эта охранная грамота подлежит оценке. И оцениваете вы государственную долю. То есть, оценивая государственную долю, вы монетизируете государственные исключительные имущественные права в вашем партнерстве. И образовываете. Капитал образуете. Государство – это мы. Что и как следует понимать? Под этим тезисом, вот именно вот в этой череде событий. Когда вы образовываете государству имущественные права в партнерстве с ним, государство передает свою долю вам в управление. То есть, государство доверяет вам управление того, что вы сами создали. В том, что вы сами понимаете. Имея государственный мандат в управлении государственным имуществом и его развитии, вы приобретаете власть для реализации и внедрения. Кстати, это и есть непосредственная власть народа Российской Федерации. Оно все вот в этом правовом пространстве, которое мы на сегодняшний день имеем. Это просто шаг вновь. Это действие, которое не было в течение 20 лет последних. Но наши родители это помнят. Это элемент экономики Советского Союза, мировой экономики. И мы находимся в этом правовом пространстве. И здесь только шаг. Это вот как раз понимание, осознание и гражданская ответственность. А в данном случае, я сейчас приехал, где последний год был. В прошлом году я попал в Крым. В Крым попал и попал в ополчение. Был в штабе, занимались, мы театрическим планированием. Инновационный центр Крыма. Изначально Инновационный центр Крым – это место, в котором будет формироваться малоинновационное предприятие. Кроме этого, казалось бы, выгодополучателей может быть три. Скажем так, те два века, которые мы осматривали своих министров в Синновационном центре Крыма. И изобретатель. Казалось бы, других просто и не нужно. Но вот в этом месте секрет состоит, что это ДАК. ДАК изобретателя Инновационного центра, если это министров. ДАК тем организациям, например, как детский дом или полк. Для того, чтобы они могли увеличивать свой бюджет. Могли создавать небюджетные источники финансирования для себя на будущее. И тем самым, соответственно, держаться на плаву. Потому что за последние 20 лет очень многие государственные учреждения бюджетные, скажем так, находятся в не лучшем состоянии. Это мы рассмотрели первый этап моделирования наш. И переходим ко второму. Переходим ко второму этапу внедрения. Все участники владеют 100% акций малого инновационного предприятия. Но так как они не предполагают участия во внедрении, все эти участники сжимаются в условные 20% владения этими исключительными правами. Их высвобождают 80%. 80% предполагается передать 51% производителю и 20% управляющей компанией. Управляющая компания как первый, так и второй может быть привлечены со стороны как аутсорсинг. Выполнение какого-то контракта? Ну, для тех, кому тяжело осознать, что такое увеличение бюджета, да, что такое, ну, те вещи, которые мы сейчас проговаривали, для них будет понятен более другой вопрос, который мы можем... После этого я вернулся в Центральную региону России, в Тверь. После этого поехал на Украину. После этого неопределимое свидание непустили на Украину. Я вернулся в Крым и из Крыма попал под ополчение. Поехал на Ленту. Лента – это граница. Мы в этом километре. Мы там занимались моментальной помощи. Вот люди, которые сейчас находятся в Новороссии, они говорят, а мы втянуты в войну. Понимаете? То есть это вот сознание втянутого в войну. А мы не знаем, за что мы воюем. А вот, ну-ка, сформируйте-ка нам стратегически наш тыл. Орловная, давай на смертный бой. Машистской силой теплую, проклятую Орловной. У нас одна вера, одна свобода. Мы север с востоком и с юга нас много. Против фашистов голос народа. Защитим город, кровью и потом. У нас одна вера, одна свобода. Мы север с востоком и с юга нас много. Против фашистов голос народа. Защитим город, кровью и потом. Вставай, страна народна, родной город мой. Кто, если не мы, даст этим психам бой? Сколько можно молчать, терпеть этот хаос? Мы против войны, поэтому держали паузу. Благодарить за то, что нас поддерживают, не забывают. Хочу поблагодарить союз ветеранов боевого братства и союз ветеранов города Смоленска за поддержку, которую они нам оказали. Спасибо вам, ребята, большое. Все передадим, все будут довольны. От всей души вам желаю мирного неба над головой. От земли до небес, черный дым до свинец И осколком пробит белый свет И на вылет свинец прошивает Донецк А России, России все нет И горят города, пули рвут провода Разрывается смертью снаряд И не умеют назад отходить города Они падают там, где стоят Верит в нас, не сгибаем мы домов А за что они работают? А вот в эти новые предприятия можно включать герой гранитов Какие-то семьи из Новороссии Открывая новые вот эти предприятия Это образование, рабочие силы Это миграционные вопросы Это целый комплекс Это государственная деятельность Это государственное частное партнерство Это большая ответственность Когда ты берешь большую ответственность на себя Ну, да? Любой Война всех разъединяет, всех соединяет Только если сможет Ну, она есть Здесь и сейчас Даже если самим себе задать вопрос Вот десять лет ее не было Пусть мы о ней не знали То сегодня она присутствует в нашей жизни Пусть даже информационно, слава Богу Так У других людей там жертвы дали Но это сигнальчик, колокольчик Что-то надо, ну, вот Отменять, что ли? Да Что-то вот раз И пойти в созидательную сторону А созидательная сторона Это создание, созидание Ну, соединение Это слияние Вот что такое, четвертая часть Гражданского пола Советской Федерации Это военная струна Методология Методологическая струна Он Это двойное назначение Это слияние, поглощение Все ваши задумки Вот эти все люди Могут реализовать Вот А вы для всех этих людей Можете Создать полезные решения И сформировать не только для них Основу Их дохода Но и государство Товарную массу Россия Вырастет Создаете прирост Можете Выдержать И самое главное, предлагается, у вас много ученых, изобретателей, они подают патенты. В патенты можно вписывать детские дома и дома пожилых, престарелых. Таким образом создается новая форма частной государственной собственности. Молодец. Ум, вот это, да. Нас не подслушивают? Это все пишется, мы уже это продвигаем много лет, Олег Базыргин, автор этой технологии. И это позволяет получать имущественные права. Меня зовут Майкл Ренов, США. Господин Путин, вы упомянули санкции несколько ранее и воздействие этих санкций. Каковы ваши мысли по вот этой проблеме? Сразу видно, что вы американец. У США, как известно, производят самый главный свой продукт, доллары производят. Но мы доллары не производим. И поэтому мы должны действовать очень аккуратно. Правильно? Ну вот, да. Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег. И чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего? Ты сильней не стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильней. Кого? Всех. Потому что мы правы. Сила в правде. И вот когда русский человек чувствует, что он прав, он непобедим. Говоришь абсолютно искренне, не для краснославца. Вот если бы мы чувствовали, что мы где-то, извините, нагадили, что-то там поступили несправедливо, тогда у нас всегда все будет на волоске. Потому что нет внутренней убежденности в собственной правоте. А это всегда приводит к внутренним колебаниям. А они опасны. Как говорят американцы, мы всегда придем к суверенной миссии. Как говорят американцы, о чем бы вам ни говорили, речь идет о деньгах. Без денег, я повторю еще раз, не потому что я меркантильный, а потому что деньги являются кровью экономики. Когда-то Наполеон сказал, что деньги еще кровь войны. То есть финансы являются вообще двигателем любой человеческой деятельности. Для того, чтобы построить завод, нужны на самом деле не цемент, там раствор арматуры рабочий, а нужны финансы, чтобы купить арматуру, нанять рабочих и закупить цемент. И так в любой сфере деятельности мы упремся в это. Андрей Петрович, вот Николай выходит и в сердцах такое говорит. Никого, видимо, тут экономика не интересует. Экономика интересует. Но когда речь идет о... Забыли ему сказать, дорогой товарищ из экономики, что впереди-то прибыль будет нематериальной, что впереди-то будет капитализация ожиданий, что впереди-то будет та самая, понимаешь ли, гудвилл, который перевести можно как добрая репутация или добрая слава. Вот что будет накапливаться, вот где перспективы экономики новой, а не там, где он рассказывал. Спасибо большое, очень понятная нагляда. Гудвилл, дорогие друзья, и вот то, что сделал Олег Басаргин и его товарищи, это и есть гудвилл, образование гудвилла. Олег Басаргин и его товарищи, Олег Басаргин и его товарищи, Олег Басаргин и его товарищи, и вот это и есть гудвилл. И все, что вы говорите, что вы говорите про зазидание, но сейчас, что было у нас такое? Это был в реформе, то есть народ кинули в Россию весь. Это не так. Просто в жесткой форме кинули. А вы обиделись, что ли? Нет, правительство все еще на ходу. Оно должно было бы в отставку даром идти. В других странах это так произошло. А у нас что? Информационно идет Украина в Украину, чтобы отвлечь нас от этого, что у нас-то в правительстве. Получается? У них-то, мне кажется.